Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем 119-й Псалом. Это уже третий урок. Большой Псалом, много толкований. Пасук Хей. Первое, что о нем говорят, для поднятия мозали, для удачи. Книга Тегелимана, вообще есть 72 святых имени, которые приводят разные, притягивают сверху удачи. И вот этот вот пасук читается для поднятия мозали. Нужно что делать? Пишут. Семь раз читают этот пасук, и после этого, когда человек прочитает вот этот пасук Хей, надо, говорится, короткая молитва, чтобы добудет воля твоя в заслуги имени Хей Куфмэм. Это такое имя здесь есть. Пусть поднимется мозальма к добру и благословению. Написано, что это очень сильная сгла. Еще этот пасук читают, когда при боязни согрешить. Нужно написать на Клаффе, в таком кусочке, причем оленью, но и обычно здесь. И восемь строк вот этих вот Хейс 119 пасука. И когда Тега тянет к какому-то нехорошему делу, когда человек не может себя обуздать, тоже это очень помогает. Написано, был такой раби Игуда Хасид, он говорил, 18 раз прочитайте этот пасук, кусочек Хейс, чтобы победить свое злое начало. Другие мудрецы говорили о цифре 15, но это не имеет значения. Что еще пишут? Для постоянного, когда у человека постоянно плохие негативные мысли все время его давят, то советую читать ежедневно вот этот вот пасук, он помогает. Что касается здоровья, это буква связана с селезенкой и, соответственно, сгула здесь для лечения селезенки. И этот пасук написано очень сильно влияет, его надо читать, если у тебя какие-то проблемы. Следующий тикигейм у нас 19 пасук ВАФ. Первое, что написано для того, чтобы для поимки написано человека, который может тебе навредить. Читают дальше, причем как читают, читают над водой, стакан воды, потом выпивают воду с брахой и просят, чтобы вот этот чек был нейтрализован. Давайте на Хамас прочитаем все. Но вообще надо с этим быть осторожным, потому что суды вызывать на себя и вообще такие вещи делать сложные, только если огромная опасность от этого человека. Что еще пишут? Если нужно расположить в себе важного человека, надо 21 раз прочитать этот пасук ВАФ и у человека поменяется сердце по отношению к тебе. Кстати, у Яковова пишут еще, что, чтобы кому-то понравится, нужно прочитать имя Матери Авраама Авину, Амтелай Бат Карнева, повторить 17 раз и это очень помогает. Кроме того, для победы врага он пишет, что Амтелай Бат Арветай, имя Матери Амана, повторяется 17 раз и тоже помогает. Что еще? В книге, которую написал Клауз Энгарский Репе в годы войны, описывается следующим образом. Он учил своих последователей соблюдать следующие три правила, чтобы спастись от любой опасности. Первое, строго следить за тем, чтобы голова была все время покрыта. Второе, соблюдать омоление рук. И когда опасность произносить молитву, и во всех молитвах есть противодействие силы имена Амана. Первый пасук, это опять имя мамы Авраама Авейну, это Амтелай Бат Карнева. Второе, это пусть придет сегодня царь с Аманом, читается из могилы. И третье, это для победы в войне произносит Цельфанит, имя мамы Шамшона Гегебора. Ну, это так мы отреклись. Да, кстати, еще для удачи пишут, что нецевыд бата даэль, имам матери Давида Мелыха, повторять 17 раз, это очень большая сглама. Раби Гертилия пишет, что буквой ВАВ Всевышний сотворил селезенку. Тоже для лечения этого органа надо читать именно по сути 119 ВАВ. Также хорошо написано, если совсем большие проблемы, сделать камею с отрывком и написать на коже и над селезенкой, да и на иврите именно имя Ангела Рафаэля и носить это. Ну, наверное, все, что мы сегодня успели. Начнем с займ, следующий урок. Прохав и отслыхав. Субтитры создавал DimaTorzok